Добрый день, меня зовут Валерия Шполянская, я эксперт аюрведы, арома-коуч. И сегодня для вас я хотела бы показать результаты взаимодействия витализатора и эфирных масел, полученных при помощи диагностического аппарата VEDA Pulse профессиональный. Немножко расскажу о себе. С эфирными маслами Tatera, в частности, я работаю уже практически 7 лет. С аппаратом VEDA Pulse профессиональный я работаю полтора года, и с витализаторами я начала проводить диагностики и применять витализаторы в работе, начиная с декабря 2023 года. И с того периода получила уже довольно много результатов, о которых сегодня с вами, конечно, хотела бы и рассказать, и с вами поделиться. И первое, о чём я хочу сказать, о том, что в аппарате VEDA Pulse профессиональный есть полный перечень эфирных масел Tatera, поэтому все результаты, о которых я вам буду сегодня рассказывать, они взяты на основе именно использования эфирных масел Tatera. И сегодня я вам расскажу о двух вариантах диагностики, приведённых у моих двух пациентов. Взяла два интересных случая. Первый пациент – это подросток, 13 лет, с отличным жизненным тонусом, здоровым, и расскажу, для чего здесь возможно применение витализатора. Я более того скажу, необходимо применение витализатора вместе с ароматерапией. И второй пациент – это женщина, 36 лет, с перенесённой онкологией, находится в состоянии ремиссии. И расскажу о том, какие результаты были получены у неё. Итак, каким образом проходила диагностика? Мы брали пациента. Пациенту проводилась первичная диагностика. И далее аппарат Ведопульс предлагал к применению эфирные масла. Мы брали эти эфирные масла и предлагали пациенту послушать эти масла для того, чтобы по принятию выбрать те масла, которые действительно ему сейчас оппонируют. Ведопульс предложил ряд эфирных масел. Пациент выбрал герани, ромашку и сандал. По очереди он вдыхал эти эфирные масла. Далее мы подождали 30 минут и сняли повторную диагностику. Сейчас покажу вам, что мы получили при первичной диагностике, чтобы у вас была полная картинка того, в каком состоянии находился изначально пациент. На Ведопульсе мы можем видеть, что по уровню энергии пациент довольно на высоком статусе. Это 5 235 показателей единиц. Вообще может показаться, что уровень энергии просто на высоте с какой-то точки зрения это действительно так, потому что до 6000 считается уровень энергии в норме. Но на самом деле это уже звоночек о том, что этот уровень энергии близится к синей зоне, а это зона застоя, застоя энергии. Застойные процессы в организме вызывают различные образования. Злокачественные, доброкачественные кисты, камни и так далее. Поэтому этот показатель на самом деле не так уж и хорош. Надо бы его немножко снизить. По общему уровню здоровья, что мы видим в целом, все показатели в зеленой зоне, кроме уровня энергии, он находится в напряжении, в таком некотором напряжении. Почему так может быть? Первое, это подросток, он очень активен, он занимается спортом. Он находится в том возрасте, когда гормоны все перестраиваются и зашкаливают. Здесь поэтому мы видим такую картинку. Далее, скорость метаболизма. Что мы видим? Он близится у нас к желтой зоне. О чем это говорит? О том, что процесс обмена веществ у нас находится, сейчас является компенсаторным процессом. То есть он не может работать в полную силу, потому что он зависит от других процессов, на которые растрачиваются его силы. В частности, это уровень энергии, который у нас находится в напряжении. И сила организма сейчас уходит больше туда, чем на процесс обмена веществ, на скорость метаболизма. Далее, уровень метаболического стресса, ама. Что это такое? Это ама, это юридическое понятие, это нечто большее, чем зашлакованность. То есть ама – это слизь, которая скапливается внутри наших сосудов, внутри наших органов, накапливает в себя патогены различной флоры и вызывает процессы брожения, вызывает процессы образования грибков и так далее. Воспалительные процессы также. И здесь мы видим, что уровень метаболического стресса, он близится к желтой зоне. Нам его нужно немножко понизить. Далее, порог воспаления. Воспалительные процессы в нашем организме бывают разных категорий. В частности, это могут быть скрытые воспаления, это могут быть замедленные процессы воспаления, скрытые, которые мы не видим, которые мы даже можем не наблюдать в анализах. Тем не менее, они имеют место быть, и бывает, что воспалительные процессы длятся годами, и мы о них ничего не знаем. А потом они резко дают какое-то заболевание, и человек не может понять, откуда это взялось. Так вот, порог воспаления, он находится в явной желтой зоне, и его хорошо тоже немножко снизить, иначе это может как-то отразиться в будущем. Нехорошо. Далее, цена адаптации, состояние иммунитета, расход отжиза. Это показатель. Он говорит нам о том, в каком состоянии сейчас находится наш иммунитет, в каком состоянии находится наш организм. Попросту говоря, современным языком, в ресурсе ли мы сейчас или нет. Отжиз – это некий ресурс, это уже юридическое понятие. И здесь мы видим, что у нас желтая зона, состояние не очень удовлетворительное, компенсаторные процессы тоже относительно этого процесса, в относительное состояние иммунитета у нас идут. И организм не успевает свои силы бросить в эту зону. Далее, скорость биологического старения, расход праны. Здесь мы говорим о том, как соответствует наше физическое состояние, здоровье, уровень нашего организма, насколько это соответствует биологическому нашему возрасту. И тут мы видим, что это 26,5 единиц. В принципе, картинка неплохая, то есть организм даже в немножко лучшем состоянии, чем он мог бы быть. И это неплохо. Но мы можем наблюдать, что зона уже близится к синему цвету. О чем это говорит? О том, что это, опять же, застойные процессы, которые могут в будущем раскрыться неприятными последствиями в виде каких-то образований в нашем организме, чего мы, конечно же, не хотим. Далее, уровень стрессового напряжения. Здесь у нас, опять же, сине-зеленая зона, 43 единицы. И здесь повторюсь о том, что это показатель застойных процессов. И нам такой уровень стрессового напряжения не нужен. Он слишком хорош, нам его нужно немножко повысить. И психоэмоциональное состояние нам сейчас говорит о том, что эмоциональная нобильность, то есть восприятие окружающих событий с точки зрения эмоций, оно у нас довольно неплохое в зеленой зоне. При этом уровень депрессии у нас в желтой зоне, компенсаторные процессы, тревожность тоже. О чем это говорит? О том, что человек может немножко слабовато среагировать на те негативные ситуации, которые вокруг происходят. То есть не эмоционально показать, как он расстроен, как он раздражен и так далее, а немножко помягче. Но здесь делаю еще упор на то, что клиент с конституцией, с Дошей Капхой, это говорит о том, что человек в принципе не сильно эмоционален. И на это стоит делать здесь упор тоже. Можно уходить глубже, смотреть, почему те или иные результаты мы наблюдаем. Тем не менее, мы видим, что этот участок тоже его можно улучшить. То есть конституцию Дошу Капху, это конституция слизи земли, мы ее все время стараемся расшевелить, чтобы она у нас не заставилась. И здесь тоже отмечу в таком ключе, что то, что мы видим, застойные процессы, конституция Капха максимально подвержена таким застойным процессам. И здесь нужно обратить особое внимание на это, потому что люди с конституцией Капха, с ярко выраженной конституцией Капха, как мой клиент, как мой пациент, они подвержены этим процессам, и ему максимально важно из них выйти, особенно в молодом возрасте. Далее, следующая повторная диагностика. Мы ее сделали через 30 минут после того, как клиент подышал эфирными маслами, которые ему предложил аппарат, и он подобрал по принятию. И тут мы уже видим, что у нас уровень энергии чуть снизился до 4000 единиц. Это хорошо, мы близимся к зеленой зоне, с синей. Далее, у нас улучшились показатели по скорости метаболизма, вышли в зеленую зону, и базовый уровень энергии тоже вышел в зеленую зону. Здесь мы видим немножко напряжение по уровню энергии, но, как мы понимаем, оно у нас было чуть выше, и оно снизилось. Далее, уровень метаболического стресса. Он у нас понизился до 25,3. Цена адаптации к состоянию иммунитета также начала переходить в зеленую зону. Скорость биологического старения и расход праны также пошел в зеленую зону. И порог воспаления у нас тихонечко, медленно, но также идет вниз. Далее, уровень стрессового напряжения. Он у нас повысился, стал 57. Облизимся к зеленой зоне, к хорошей. Психоэмоциональное состояние у нас начало, посмотрите, как выравниваться от эфирных масел. У нас ушло в хорошую зеленую зону. Это замечательно. И далее мы делаем третью диагностику. После чего? На этом этапе клиент выпивает стакан структурированной воды, и мы ждем еще 30 минут. Что делает структурированная вода в данном случае? У нас уже в организме есть эфирные масла. Структурированная вода усиливает их действия, и тем самым мы получаем более выраженный эффект от применения эфирных масел. И тут мы видим, что у нас уровень энергии снизился еще до 3935. Переходит в зеленую зону, в хорошую. Общий уровень здоровья у нас также находится в зеленой зоне. Скорость метаболизма у нас немножко так еще колышется, близится к желтой, но опять же делаем упор на конституцию человека. Она замедлена немножко у конституции капха, и мы ее здесь будем стараться расшевелить, но нам нужно немножко времени на это. Далее уровень метаболического стресса у нас еще понизился до 18 единиц. Цена адаптации состояния иммунитета, расход отжеса перешел еще больше в зеленую зону, 31%. И скорость биологического старения уходит дальше в зеленую зону, и порог воспалительный у нас понижается еще. Очень медленно идет, но понижается. Это замечательно. Следующий, третий этап диагностики, после того, как клиент выпил стакан структурированной воды, через 30 минут мы делаем еще третью диагностику, и тут мы видим, что у нас уровень стрессового напряжения, он еще более повысился до 61 единицы, и психоэмоциональное состояние у нас тоже начало выравниваться. Тревожность у нас пока остается в желтой зоне, но здесь я объяснила причину, почему так. И сейчас я хочу с вами поделиться еще очень интересным этапом нашей диагностики с тем же пациентом. Через месяц после использования эфирных масел и структуризатора, когда клиент ежедневно применял ароматерапию плюс структурированную воду, он достиг определенных результатов. И это, на мой взгляд, шикарные результаты, потому что уровень энергии выровнялся у него в хорошую стабильную зеленую зону, это 1750. Общий уровень здоровья, он тоже выровнялся, и скорость метаболизма, заметьте, тоже перешла в зеленую зону. Далее, уровень метаболического стресса, он у нас находится на 9,4, шикарно. Цена адаптации состояния иммунитета перешла в стабильную зеленую зону, скорость биологического старения, она начала соответствовать физиологическому возрасту клиента, даже немножечко лучше, это хорошо. И порог воспаления у нас находится сейчас в зеленой зоне, как помните, он очень медленно двигался вниз, и в итоге мы перешли в зеленую зону, что тоже большая победа. Уровень стрессового напряжения поднялся до 94 в стабильной зеленой зоне, и психоэмоциональное состояние у нас держится в тех же показателях примерно. Тревожность пока что еще раскачивается, но точно, я уверена, придет в зеленую зону тоже. И сейчас вы взглянули на то, почему молодым людям, почему подросткам так же важно, и детям, подросткам так же важно использовать ароматерапию и структурированную воду, и структуризаторы, и витализаторы, потому что мы внешне можем видеть совершенно активного, бодрого, здорового, крепкого ребенка, подростка, а на самом же деле мы не знаем, что протекает у него в организме. Аппарат Ведопульс помогает это увидеть и посмотреть на все, так сказать, слабые места, которые требуют немножко нашей поддержки. И для того, чтобы они не… Пока сейчас организм здоров и бодр внешне, мы можем думать, что так будет всегда. На самом деле, начиная с 20-25 лет, человек уже начинает чувствовать те или иные недомогания, которые получились как раз за счет того, что в детстве он чего-то недополучал. Вот для того, чтобы нам эти дыры не создавать, мы уже с детского подросткового возраста можем начать с этим работать. И здесь мы можем еще на заключительном слайде наблюдать изменения до и после. Здесь я привела вам в пример энергетическое состояние. Это чакры на верхнем слайде, на верхней картинке. И тут видно хорошо, что у нас первичная диагностика была с просадкой чакры Вишудхи, чакры Малатхары. С Ахасрара, Ажна и Свадисхана, они близились к красной зоне, Ажна была уже в красной зоне. Здесь же, когда сегодня, уже через месяц использования, мы видим, что у нас все уровни, чакральные уровни у нас перешли в хорошую зеленую зону. И также ниже мы можем наблюдать уровень восстановительного потенциала организма. Изначально он у нас был в напряжении 171%, это многовато. Сейчас же он у нас перешел в 124%, практически выровнялся в зеленую зону, что прекрасно. И мы работаем с пациентом нашим далее. И следующий еще пример, который я хотела бы привести. Клиент, 36 лет, перенесенная онкология, стадия ремиссии, ощущение пониженной энергии, когда просыпаешься и уже нет сил, когда на протяжении всего дня чувствуется слабость в теле, когда иногда падает аппетит, когда вкус к жизни потерян немножко. И здесь мы по тому же самому принципу начали диагностику. Клиенту было предложено эфирные масла аппаратом VidaPulse. По принятию клиент, пациент выбрал кориандр, пачули, куркуму. И изначальные показатели, хочу вас с ними тоже познакомить. Довольно низкий уровень энергии 779 единиц. Общий уровень здоровья довольно напряженный. Принженный, то есть уровень энергии за счет того, что он низок, он у нас на слайде можем видеть просадку. Зеленая зона, пока она близится к желтой. Ресурс метаболизма, регуляторный ресурс, базовый уровень энергии, скорость метаболизма. И остальные показатели у нас в напряжении. И здесь мы можем понимать, глядя просто на картинку даже, что нам нужно немножко расслабить пациента, и при этом дать ему тонус, привести его в тонус для того, чтобы появилась вот эта жажда жизни. Да, если простым языком выражаться. Далее, уровень метаболического стресса, АМА. У нас в желтой зоне 37,3 единицы. Цена адаптации у нас близится в красную зону, да, находится в оранжевой, что плохо. То есть человек не находится сейчас в ресурсном состоянии, ему не хватает энергии. Скорость биологического старения, расход раны тоже с плохими показателями. То есть организм находится в худшем состоянии относительно своего биологического возраста, чем бы мог быть. И порог воспаления находится в желтой зоне, даже близится к оранжевой уже. Это говорит о том, что в организме присутствуют, скорее всего, скрытые воспалительные процессы. Уровень стрессового напряжения довольно высок, тоже оранжевая зона. При этом эмоциональная лоббильность у нас в красной зоне, и тревожности и депрессии у нас находятся в желтой-зеленой зоне. Говорит о том, что нам нужно, во-первых, сбалансировать это состояние. И состояние отсутствия энергии часто говорит нам о том, что мы не можем реагировать на происходящие процессы вокруг нас с должным эмоциональным восприятием. Далее клиент подышал эфирными маслами, мы подождали 30 минут, провели повторную диагностику. Здесь мы видим, что уровень энергии у нас уже вырос, близится к зеленой зоне, эфирные масла хорошо поработали. Общий уровень здоровья у нас тоже улучшился. То есть практически весь перешел в зеленую зону. Некоторые показатели еще находятся в напряжении, но уже близится к зеленой зоне. Уровень метаболического стресса у нас понизился. Цена адаптации расхода иммунитета у нас началась двигаться к зеленой зоне. Скорость биологического старения и расход прана у нас перешел в зеленую зону, что не может не радовать после перенесенной онкологии, когда человеку нужно взбодрить свой организм и вернуть ему те силы, которые были потрачены в период операции, либо если была химиотерапия. И порог воспаления у нас сейчас медленно движется в зеленой зоне. Вы можете наблюдать уже по двум нашим клиентам то, что довольно тяжело порог воспаления снизить на достаточный уровень. Медленно очень эти процессы у нас движутся, поэтому им нужно уделять постоянно должное внимание. Далее. Уровень стрессового напряжения находится в желтой зоне у нас, но он уже понизился относительно первой диагностики. И психоэмоциональное состояние у нас улучшилось, оно перешло в хорошую зеленую зону. Кроме уровня тревожности тоже можно наблюдать в сравнении уже с предыдущим пациентом, что уровень тревожности нам тяжеловато вытянуть, но тем не менее этим необходимо работать. Следующая диагностика, третий этап диагностики, он был через 30 минут после того, как клиент на втором этапе выпил стакан структурированной воды. И здесь мы видим уже сильные изменения, когда структурированная вода подействовала на эфирное масло, находящееся в организме. И здесь мы видим, что уровень энергии у нас перешел в хорошую зеленую зону, поднялся более полутора тысяч. Общий уровень здоровья у нас выровнялся, перешел весь в зеленую зону. Уровень метаболического стресса АМУ у нас тоже немножечко снизилось. Стояние иммунитета у нас в зеленой зоне, скорость биологического старения у нас повысилась еще в центре зеленой зоны, то есть стало лучше. И порог воспаления у нас опять же тихонечко идет вниз. Уровень стрессового напряжения, он у нас также постепенно понижается. И по уровню тревожности можем видеть, что у нас уже постепенно тоже эта картинка становится лучше. И еще познакомлю вас с этапом диагностики, когда спустя 2 недели использования ежедневного эфирных масел и структурированной воды и клиент смог выйти на достаточно приличный уровень. У нас повысился немного еще уровень энергии. Общий уровень здоровья у нас также держится в зеленой зоне. Уровень метаболического стресса АМУ у нас значительно улучшился, снизился, перешел в зеленую хорошую зону. Состояние иммунитета, посмотрите, оно стало практически идеальным. Скорость биологического устарения опять же. И порог воспаления у нас медленно, но движется в зеленую зону, что не может не радовать. Уровень стрессового напряжения перешел тоже в хорошую зеленую зону. И психоэмоциональное состояние, оно у нас немножко здесь понизилось. Здесь нужно смотреть еще на то, что происходит у клиента, у пациента в жизни. Возможно, что был какой-то, произошел за этот период стресс, который все-таки так сыграл. Но тем не менее, более-менее у нас уровень в такой зеленой зоне, даже в зеленой зоне у нас поддерживается. И до и после, тоже покажу вам картинку. То есть клиент к нам пришел с такими показателями энергетическими по чакрам, когда чакра Ажна у нас была в красной зоне, и Манипура в красной зоне с Вадисхана, и чакра Муладхара была в желтой зоне. Что мы видим? После проведения работы с эфирными маслами и структуризатором мы получили все чакры в зеленую зону. Заключение составляет Муладхара, но потихонечку движется тоже, она повысилась относительно первой диагностики. И по уровню восстановительного потенциала организма. Очень интересный показатель, который показывает, насколько наш организм в принципе готов сейчас самовосстановиться. Здесь мы видим, что он был 56, это очень маленький процент из 100, а на сегодня он уже 120, то есть он вырос, и организм у нас сейчас получает достаточное количество энергии для того, чтобы себя самовосстанавливать. А все оздоровительные процессы мы как раз делаем для того, чтобы научить наш организм самовосстанавливаться. Хочу поблагодарить вас за внимание, за то, что вы дослушали эту лекцию до конца. Надеюсь, что вам стало интересно взаимодействие эфирных масел и структуризатора. С вами была Валерия Шполянская, эксперт-агюрведа, Рома Коуч. До новых встреч!